Значит, мы с вами говорили и договорились, что при любом нарушении, при любом патологическом процессе мышцы нарушаются балансы между напряжением и расслаблением. Значит, мышцы человека построены таким образом, что они, во-первых, тело человека симметрично, левое и правое абсолютно. И граница у нас идет, проходили много раз через темя, нос, подбородок, грудина, пупок, ломное сочленение и плащ с чистым отростком сзади. Это понятно, да? Вот, соответственно, справа и слева мышцы располагаются симметрично, то есть парно. Значит, и кроме того, мышцы практически все имеют своих антагонистов, то есть мышцы, которые работают в диаметрально противоположных движениях. Так вот, в норме они все, вся эта работа, все это напряжение находится в состоянии координации. При возникновении проблем эта координация нарушается. Клинически, прежде всего, проявляется в изменении позы. Причем, так называемый язык тела. Причем мы знаем совершенно точно, что всегда человек вынимает вынужденное положение при той или иной проблеме. Не бывает, даже если он не чувствует боли, он все равно подсознательно меняет положение тела, дабы... И избежать... Да, предохранить или защитить чисто подсознательно патологическую проблему в том или ином органе. Так вот, мышцы, соответствующие тому или иному повреждению, прежде всего, у нее начинает снижаться тонус. Соответственно, у антагониста тонус начинает повышаться. То есть, мы видим совершенно, как бы, совершенно... Ну, как слова стали выскакивать? Когда... Совершенную корреляцию между спазмом, то есть повышением и понижением тонуса. Это идет у мышцы... А? Можно на примере какой-нибудь пример? Ну, на примере, смотри, если возникает... Ну, на примере, смотри, мы будем, когда проходить чисто практически, потому что нет смысла... По-разному, скажем, да, допустим, при язве желудка, при боли, скажем, в животе, напрягаются мышцы прямые, косые мышцы живота, а расслабляется широчайшая мышца спины. Там, допустим, да, скажем, ситуация. Наоборот, при... Ну, что в хондрозе, например, радикулите поясничного отдела, там мышцы направляются, а мышцы живота расслабляются. Вот это реальный пример, который идет. То есть мышечная гипертония, это, ну, скажем так, приводит, гипертония, повышение тонуса приводит к гипотонии антагонистов. И наоборот. Кроме того, тут же на этом фоне возникает своеобразная стрессовая реакция. То есть как только произошло нарушение, мышца, одна мышца расслабилась, другая напряглась, организм попадает в состояние стресса. Ну и, кроме того, вот очень интересно, мы с вами говорили про связь, специалисты, работающие в области кинезиологии, очень четко прослеживают связь процессов изменения мышечного напряжения с изменением деятельности или с изменением энергетической наполняемости меридиана в точном массаже. То есть как бы, да, если все это дело объединить, можно сказать, что функционально при, ну, если мы берем только точный массаж, доступ к китайскому медицину, они что говорят, что, да, любой актологический процесс – это нарушение баланса, изменение движения энергии. По ЦИ, да, по меридиану. Значит, а если мы все это объединим, то мы получим и то, и другое, и третье. То есть, воздействуя на акупунктурные точки, мы меняем дисбаланс мышц точно так же. То есть, воздействуя на мышцы, мы меняем движение энергии по меридиану. Независимо от точного. Причем есть специалисты, которые пользуются вот то, что вы, в принципе, можете делать. Да, вот, ну, я не знаю, насколько она к точному массажу близка, но у тех, кто проходили, вы можете менять ситуацию. То есть, почему хорошо владеть, я все время говорю, несколькими методами. Нам нужно разными методами приходить к одному и тому же результату. Поэтому, вот, а теперь мы переходим к очень интересному, к очень интересному моменту, который, скажем, вот, вас, так сказать, возбудит слегка. Дело в том, что спазмирована может быть далеко не вся мышца. Вернее, что значит спазмирована? Повышение тонуса может быть далеко не на протяжении всей мышцы. Может быть повышение тонуса в одном из ее участков. И на этом участке возникает очень интересная вещь. Возникает так называемые мышечные или миофасциальные уплотнения. В чем болезненный момент? Так называемый миофасциальный синдром, который ставят специалистов в классической медицине, в частности ортопеды, но которые без знания этих, сейчас я повторю, без знания вот этого всего, объяснить это не могут никак. Он называется миофасциальный. Почему он так называется, я сейчас объясню. То есть, скажут, да, вот они начинают трогать мышцу, мышца вот в покое, она может и не болеть, она будет напряжена, но при пальбации, при трогании, да, возникает не просто там боли, а возникает уплотнение. Говорят, у вас миофасциальный синдром, а что это такое? В лучшем случае он скажет, что спаление мышц, на самом деле, на какого отношения к спалению мышц это не имеет. Это может быть следствие поражения внутреннего органа. Почему он называется? Не заболевание миофасциальное, а синдром, то есть проявление. И вот смотрите, что получается. Значит, по-другому вот этот участок можно назвать. Да, почему миофасциальность? Значит, каждая мышца, любая мышца, она не находится в организме, так сказать, сама по себе. Она лежит в мешочке. Каждый мешочек такого серо-белого цвета сопровождает мышцу, как бы, да, огибает. Ее называется фасция. Между мышцей и фасцией, потому что она достаточно плотная, но не приклеена. Между ними есть прослойчика такая, очень тоненькая, пустота. Так вот, при напряжении мышечного тонуса, да, эта фасция, вот, то место, где этот тонус напряжен, это пространство уменьшается. И мышца, поскольку, что в этом пространстве? В этом пространстве проходят лимфатические сосуды. Чуть глубже в мышцы проходят артерия, вена и нерв, чему болит. А вот лимфатические сосуды, они проходят чуть, то есть, понятно, да, анатомически? Чуть-чуть выше. Вот в этом пространстве. И поэтому, когда сжимается, когда напрягается, то это все дело пережимается. И возникает нарушение не только иннервации, но и нарушение питания. То есть, возникает воспаление, то есть, а не правда? Воспаление позже возникает. Не важно, оно возникает. Как правило, когда приходит, то там оно уже есть. Конечно, конечно. Оно поэтому и возникает, потому что нарушается все. Причем сначала возникает бой, а потом возникает воспаление. Почему? Потому что боли реакции на пережатие нерва, да, вот этого вот. А воспаление возникает в результате нехватки питания. Вот. И вот отсюда вот эти вот комочки, что это такое? Это уплотненные мышечные клетки. И вот эта вот область, болевая область, скажем, с миофасциальным синдромом, она называется триггерной зоной. То есть, по-другому мы скажем, что такое триггерная зона. Это зона максимальной боли или максимального мышечного напряжения. Соответственно, среди вот всей этой части мышцы мы находим точку, одну или несколько, в которых вот эта вот, да, то есть, эта боль максимальная. То есть, из всей области боли есть точки, в которых эта боль максимально концентрирована. Или, будем говорить, в данном случае нас интересует не боль, а нас интересует повышение тонуса. То есть, для нас сейчас, для кинезиологов, кинезиологических терапевтов, для нас интересны сейчас состояния мышечного тонуса. То есть, с нашей точки зрения, триггерная область – это область повышенного мышечного тонуса. А триггерная точка – это точка максимально повышенного мышечного тонуса в триггерную область. Вот когда мы с вами уже перейдем на конкретную технику работы, мы будем с вами, прежде всего, есть техники, построенные только на работе с триггерными точками. Причем, что самое интересное, что, смотрите, ситуация, да, то есть, у нас как бы получилось, что мы говорили с вами о том, что мышца страдающая, да, с которой мы работаем, она гипертонична, то есть, тонус появляется. Но мы с вами находим антагониста, в котором тонус понижен, и, соответственно, у него все то же самое, только наоборот. Что это значит? Это значит, что там нет болевого синдрома, что там нет воспаления. Она просто расслаблена. И вот здесь у нас есть возможность выбора. С одной стороны, совершенно одинаковая техника работы. Мы увеличиваем, возбуждаем, повышаем тонус в мышце антагониста, снимается напряжение здесь, и уходят проблемы, связанные с триггерной областью. И наоборот, мы начинаем работать с... Кстати, вот очень интересно, то, что сказала, да, в плане примера, да, если мы приведем, допустим, решим вопрос и вернемся к проблеме язвы желудка, да, когда широчайшая мышца спины, скажем, да, расслаблена, а мышца живота напряжены. Работать с мышцами живота в этом состоянии невозможно. Соответственно, да, у нас точка выбора сзади, сзади. И вот очень интересно, когда она, допустим, болит здесь и все. Вот чем хороша кинезиология прикладная? Ну, люблю я вот эту вот добавку. Обычно говоришь кинезиологию, говоришь. Значит, ну вы, если я буду как бы так говорить, вы понимаете, о чем идет речь уже, да? Почему я начал с терминологии, чтобы мы не путались. Так вот, очень интересно, когда человек приходит, скажем, с болями в одном месте, значит, работает в совершенно другом месте. И там проходит, говорит, а как это так? Вот так проходит. Да, допустим, скажем, при работе, при болях в забедренном суставе, и при работе, скажем, мышц, при напряжении мышцы четырехглавой бицепса, да, когда согнуть ногу невозможно, не болит, болит. Вот, работаем с антагонистом, скажем, с мышцеподнимающей пятку. Вот этот вот антагонист, она расслаблена. Почему? Когда человек, вот обратили внимание, вот, ну, вы не обращали, сейчас обратите, человеку, у которого, вот, у которого болит изобедренный сустав, как у него идет стопа, у него стопа идет, он не просто переваривается, а он еще и щепает. Вот так, стопа ослаблена. Почему? Потому что здесь напряжение, а там начинаешь работать с пяткой, проходит изобедренный сустав. Как так, вот так. К вопросу, опять-таки, я хочу тоже поделиться воспоминаниями. За, там, последние спины было некоторое количество официентов, которые приходили вот конкретно с, ну, как бы, контузией спины по разным причинам. Ну, разные боли, там, кто-то сорвал, кто-то еще, что-то, неважно. Они приходили, я им предложил, предлагал там лично нам массажный стол. Они тут же взбирались животом к низу. Говорят, вы ложитесь на спину. Говорят, как это на спину? Спина же болит. В общем, несколько минут лечения живота, и человек встает, изумленно наблюдая, что спина полностью прошла. Вот это как раз тот вариант. Это как раз тот вариант. Ну, сядь, пожалуйста, да? М? Не-не, почему? Это общение, все через опыт. Нет, хорошо, пускай сядь, вот здесь сядь. Ну, не тесно так, а не могу так писать. А, да, да, да. Извините. 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 Ну, девушек не понравится, как она не стала, чьей животное душица. Лечи хвост, это что, мы сейчас, что-ли? Да. От нашего... Молит горло, лечи хвост. Мы это же детство знаем. Вам на самом деле интересно работать. В том числе, лечение медом и йодом. Тоже, как-то не странно. Правила работы. Проходи. Наша новая. Вчера. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Так. Так.